Российский инвестор, генеральный директор компании Алан Табендур Алан Татаров планирует заняться выращиванием фундука в Знаурском районе. Для разведения фундукового бизнеса были выбраны ауневские резервные земли, которые не обрабатывались долгое время. Однако многие из жителей Знаурского района выразили своё недовольство. Уверяют, что эти участки земель ими использовались. В свою очередь, планы у инвестора большие. Он хочет привлечь к работам местных ребят. Любому желающему освоить подобный бизнес, он предоставит саженцы в виде беспроцентного кредита на пять лет, который они могут покосить тремя способами. «Первое. Ты работаешь у нас на поле и трудо днями засчитываются. Второе. Через пять лет у тебя будет урожай, ты можешь рассчитаться урожаем. И вторая система рассчитаться с нами. Ты приносишь нам две справки о рождении детей. Мы тебе всё прощаем. Рожай детей. Всё. Долго нет никакого. Всё официально. Никаких на словах. Всё официально. Всё в договорах будет закреплено». Известно, что орехи стоят дорого. Алан Татаров заявил, что поможет всем заинтересованным лицам. Покажет, как выращивать фундук от производства до обработки. К тому же, инвестор готов предоставлять необходимую спецтехнику и обучить всем тонкостям успешного взращивания фундука. «Мы решили следующую вещь. Крестьяне разные. Большинство крестьян... Да, мы выдадим саженцы. Это 550 саженцев на 1 гектар. И мы поняли, что большинство крестьян не сможет справиться с данной ситуацией, посадить дальше. Мало же выдать просто саженцы. Ну хорошо, дальше что он будет делать? Это целые процедуры. Мы сажаем. Как оно должно быть? Мы привлекаем итальянских специалистов. У нас украинский, итальянский специалист из Феррера. Мы сажаем 20 гектаров. Подводим до капельника все. Все до капельника, чтобы было. Потому что без капельника дает 2,5 тонны, с капельником дает 4 тонны. Урожай увеличивается в два раза. До капельника все сдаем. Через год мы передаем селу. Глава села сам выбирает людей, кому он будет давать эти гектары земли, чтобы люди работали. Но с нашей стороны будет очень жесткий контроль за исполнением контрактных обязательств. Мнения на сегодняшний день разделились. Появились те, кто готов принять предложение инвестора и попробовать начать свой бизнес. Ранее, по словам некоторых жителей, для обработки этих земель они заключали арендные договора на год. В основном сели пшеницу. Когда мы пришли как инвесторы, государство есть определенные резервы земли, и эти земли находятся в государственном резерве, и нам их передали как инвестору на долгосрочную аренду. Всем остальным государство дает на 9 месяцев или на 11 месяцев. До сбора урожая, до следующего сбора урожая. Дальше оно продлевается по желанию. Но инвестиционная земля отдается, как мелким, допустим, крестьянам, на период реализации его мелкие программы, но она разрывается в любое время, потому что она выдается также с этим условием, что вот смотри, вот если что, мы тебя отсюда попросим, потому что придет крупный инвестор с серьезными деньгами, с серьезным проектом и будет реализовать проект. Инвестор показал жителям сад в 100 гектаров, где он планирует посадить первые фундуковые деревья. По ним видно, что они давно не возделывались, заросли деревьями и кустарниками. С жителями по данному вопросу пообщался и глава Знаурского района. Он отметил, что администрация района готова предоставить им земли в другом месте. Анжела Кокоева, Азиз Багаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.